В 2030 году уже через несколько лет Барнаул отметит свое 300-летие. Сегодня интерес к историческому прошлому краевой столицы переживает возрождение. Молодежь изучает городскую историю, популярны краеведческие исследования. Общественность защищает и возрождает памятники архитектуры и культуры. Так или иначе, даже власти, краевые и городские, погружены в исторический дискурс. А чиновники дружно занялись гербами и символами. В общем, энтузиастов и активистов много, а вот настоящих профессионалов, авторитетных специалистов, как всегда, у нас единицы. И среди них мой сегодняшний гость. Это программа «Ваша партия. Один на один». Я ее ведущий Артем Кудинов. А в гостях известный историк, доктор исторических наук, профессор Алтайского государственного университета Валерий Скубнивский. Валерий Анатольевич, здравствуйте. Рад вас видеть. Добрый день. В нашей студии. И вас-то, как специалиста, как профессионала, не смущает сегодняшнее количество дилетантов? Разбираются в истории всех, как в футболе. Не пугает вас это? Да не пугает. По-моему, это было, во-первых, не только у нас, вот, и в других городах то же самое происходит. И, кроме того, так было, мне кажется, и раньше. То есть, это не совсем новое явление, скажем так. Валерий Анатольевич, ну, начался новый учебный год. Вы много лет преподаете в Алтайском государственном университете. Если мне память не изменяет, скоро полвека будет, да? Ну, с 75-го года. Ну, 25 лет. В общем, осталось всего ничего. Как, с вашей точки зрения, изменились студенты и сложнее ли стало работать сегодня в эпоху интернета, цифровых технологий? Ну, вот, по моим наблюдениям, студенты меняются примерно каждые пять лет. Вот понимаете, вот что-то меняется. Это зависит, конечно, от какой-то ситуации в стране и новых каких-то тенденций. Ведь, когда я начинал работать, понятно, не было никаких гаджетов, не было интернета. Совершенно другая ситуация была. И, может быть, поэтому студент больше был привязан к книге. Библиотеке. Библиотеке, конечно. Вот даже, когда раньше появлялся в Краевой библиотеке, видел, что там все места заняты. Сегодня приходишь в Краевую библиотеку, там единицы сидят. И то, мне кажется, больше это как-то китайские студенты. Вот наши уже от книги как-то немножко отдаляются. Я не хочу сказать, что все не читают. Нет, конечно, есть очень начитанные, но вот меня это немножко смущает, честно говоря, потому что обучение без книги я не представляю. Что касается вот этих новых технологий, в чем-то их плюсы, а в чем-то их минусы. Ну, в чем плюсы? Например, можно целое учебное пособие, написанное самим же, разместить в электронном формате. И отослать студентов к этому тексту. Какие-то задания к семинарам там разместить. И документы разместить. И даже иллюстрации. А минусы, особенно вот при подготовке к семинарским занятиям, видишь, что просто ищут в интернете какие-то тексты. И эти тексты автоматически зачитывают. И даже пытаешься выяснить, а кто автор этих текстов. Но интернет же это не автор. Вот. И у многих просто тут замыкание, они даже ответить не могут. То есть вот и плюсы, и минусы есть. Ну, а сам студент, вот, с точки зрения психологии, может быть, изменились как-то они? Так я сказал, вот, понимаете, очень меняются. Вот, например, 90-е годы, когда настали, тогда был такой бум, прямо интерес к политическим вопросам. И очень много было активистов. Перестройка. Да, перестройка, активисты были. Сегодня, мне кажется, студент в этом плане намного спокойнее. Намного спокойнее. Ну, это, в общем, хорошо. Наверное, нормально, это правильно. Да, то есть, конечно, вот, изменения есть, безусловно. Валерий Анатольевич, вы сибиряк до мозга костей, насколько я знаю. Право, конечно, с польскими корнями, я так понимаю. Но, тем не менее, родились в Кузбассе, учились в Барнауле, начинали работать и защитили кандидатскую в Томске. Да и всю свою жизнь, в общем, посвятили изучению истории Сибири, Алтайского края, Барнаула. Можно ли говорить о наличии и существовании такой самостоятельной науки, как сибиреведение, истории Сибири? Если да, то в чем особенности, может быть, вот это? Ну, понимаете, вот мне кажется, что можно говорить. Во-первых, Сибирь, вот по территории, это ведь большая часть, вообще-то, раньше Российской империи, сегодня большая часть России, то есть от Урала до Тихого океана, это самая большая территория. И в то же время, конечно, очень большая специфика во все времена была. Ну, понятно, вот освоение, начиная там с Ермака, это сюда шли вот эти служилые люди, казаки шли, остроги тут основывались, вот, в этом специфика. Потом, в 18 веке, это вот как раз у нас рассвет, например, горной промышленности. Клипостного права здесь не было? Да, на Алтае, в Забайкале, хотя вот как раз на Алтае-то было крепостное право, но в особой форме. Это вот приписные крестьяне, мастеровые, которые фактически были крепостными. Остальная часть, конечно, это отсутствие крепостного права. Потом, конечно, это многонациональный состав, потому что не будем забывать, что здесь коренное население, и как оно входило в российский вот этот социум, в российское пространство. Это в разных районах по-разному было, но мы знаем, что вот у нас местные народы, это и алтайцы, буряты, якуты, сибирские татары и много других. В общем, Сибирь все равно уникальный и неповторимый, и особенный. Очень специфический такой край, скажем так, территория, макрорегион, как сейчас говорят. Потом, конечно, никуда не деть такой аспект, как Сибирь, край ссылки. Потому что до революции, мы знаем, большая часть сюда ссылалась и политических, и уголовных. Это огромный отпечаток откладывало на все стороны жизни. Но и советский период ведь тоже, он очень интересен. Но даже взять годы войны Великой Отечественной, да, это эвакуация предприятий и населения. И здесь вот именно стал один из основных таких вот экономических районов, который ковал победу. Отсюда вот сегодня очень многие сибирские города попали в перечень городов трудовой доблести. Ну вот Барнаул. Барнаул, вот сейчас Кемерово, да, попал. Ну, Омск до этого и Новосибирск, Томск, все это вот закономерно абсолютно. То есть, конечно, и специфика. Ну и, кстати, это слово «сибиреведня», оно вот используется. И даже сборники статей выходят, там проблемы сибиреведнией и так далее. Ну и в то же время я бы хотел обратить внимание, что вот по ту сторону Урала, даже профессиональные историки, они, как правило, занимаются историей России без Сибири. Вот понимаете, они занимаются Европейской Россией, и для них Сибирь – это все равно вот что-то очень далекое и не всегда понятное. Особенно это чувствуется, когда бываешь там на научных конференциях, где-то, ну не в наших городах сибирских, а там вот в Европейской России, и всегда иногда и вопросы очень наивные задаются, и просто интересуются так вот в беседах теми или иными вопросами. То есть все-таки Сибирь – это огромный край, и вот специально многие историки, занимаясь историей России, Сибирью как бы не занимаются. То революцию даже все прекрасно понимали, когда говорили «Россия», имелась в виду европейская часть России, Сибирь, как бы вот так вот. Да, да, так в Сибири как говорили коренные, мы сибирские, а там российские. Да, да, совершенно верно. Это российские, не сибирские. И даже когда была перепись с населением 1917 года, в некоторых анкетах, значит, люди ставили национальность сибиряк. Это не часто было, но было. У нас такие прецеденты недавно, вот, так сказать, тоже было такое движение, ну правда. Успеха не имело, так сказать. Да, сейчас это немножко искусственно, а тогда это как-то было вот более натурально, что ли. Валерий Анатольевич, недавно Барнаул отмечал свой день рождения, день города. Барнаул – один из основных объектов ваших научных интересов. Вы достаточно серьезно и плотно многие годы занимались как раз изучением жизни Барнаула. Действительно ли Барнаул какой-то особенный город, который отличался от многих других городов Сибири? Потому что до революции многие, так сказать, выделяли Барнаул как бы вот как какой-то такой уникальный объект. И с вашей точки зрения, если я прав, если вы согласны, что его отличало от других сибирских городов? Вот понимаете, вот эта специфика, мне кажется, была в 18-19 веках. Вот так как Барнаул возник… Ну, до революции, так скажем. Да, до революции. Так как он возник как центр горного производства, тут, в общем-то, город рос вокруг завода. Сначала это медиплавильный завод, потом он преобразован был в сереброплавильный, но он работал до 1893 года. И вот вся инфраструктура, она была вокруг этого города, завода, извините. А кроме того, Барнаульский завод был центром вот этого кабинетских земель, Колываново-Воскресенский округ, и как административный город. И вот от этого была очень большая специфика. То есть и в экономике, и в составе населения, потому что, так или иначе, большая часть жителей была связана именно вот с этой горно-заводской деятельностью. Ну и не только производство, здесь же и культура в этом плане развивалась очень своеобразно, потому что и благодаря горным инженерам, людям очень все-таки просвещенным. Здесь и чуть ли не первый музей в Сибири, 1823 год, наш краеведческий нынешний возник. Скоро, сколько будет у нас, 200 лет? Да, и метеостанция, значит, то есть наблюдение за погодой, и ботанический сад, и типография первая в Западной Сибири, наверное. Тут могу я ошибиться сразу, что-то о Тобольске подумал. Ну, тем не менее, одна из первых типографий была. В культурном, социальном отношении высокоразвитого города. И даже когда вот эти путешественники из Центральной России или за границей ехали через Сибирь и посещали такие типичные сибирские города, типа Тюмени, Томска, то Барнул он казался все-таки другим. И отсюда вот это определение, да, публицист Небальси назвал его «голком Петербурга». Это и архитектура, конечно, тут влияла. Семенов Тиншанский называл сибирскими афинами. Правда, позже сибирскими афинами Томск стали называть, так как там первый университет возник. То есть, да, была специфика. Но вот когда завод уже закрылся, сереброплавильный, Барнул превращается в обычный купеческий город. Вот этот отрезок, конечно... То есть, начально это он был промышленным, индустриальным городом. Да, да, промышленным. В отличие от Бийска, который, по-моему, всегда и возник как купеческий город торговый. Нет, Бийск возник как крепость, как крепость, как оборонное значение было. Вот, и он стал купеческим, где вот главное это хлебная, масляная торговля, вообще торговля, скажем так. Советский период, вот видите, что получается, вот, во-первых, Алтайская губерния была образована, она была с 1917 года. До 25-го. И когда губернию эту уже ликвидировали, возник запси в край, центр в Новосибирске, тут, как говорится, одеяло на себя перетащил в Новосибирск. Он стал таким вот центром для всей Западной Сибири, а может вообще... Ну, наверное, строительство Транссиба тоже повлияло на судьбу Барнаула. Да, да, для всей... Мы немножко в стороне оказались. Все в Сибири. И вот Барнул заглох маленько, ну, тут что, пожар этот, 1917 года, 2 мая. Сокрушительный, конечно, просто чудовищный, урон нанес. Вот, правда, потом Милан же комбинат начали строить немножко, опять же... Когда суда массовая эвакуация началась, население стало расти, значимость города сильно увеличилась, и промышленная основа была создана. Но все-таки вот советский период, мне кажется, Барнул уже такой большой спецификой не обладал, как до революции, потому что... Довольно типичный советский такой индустриальный город. Да, да, он в этом плане можно и с Омском сравнить, и с Красноярском, то есть, да и даже с Новосибирском, то есть, только меньше масштабов. Кемерово, Новокузнецк, или чем-то... Да, да, то есть, это уже обычный город. Хотя вот наше историческое прошлое, оно уже сохраняется, конечно. И это и в памятниках архитектуры, и все-таки в фондах музеев, конечно, в архиве. То есть, специфика осталась, но она не так уже на первый план выходит, как это было вот раньше. Валерий Анатольевич, мы, надо признать, очень мало и плохо знаем прошлое Барнаула. С вашей точки зрения, какой период истории, городской истории Барнаула наименее изучен, и какой этап жизни Барнаула, с вашей точки зрения, является наиболее интересным, ну, для вас, как для историка? Ну, вот, понимаете, мне кажется, все этапы истории интересны. То есть, и дореволюционная, и советская, и даже современная, может быть, недавняя, потому что каждый этап, город очень быстро меняется. Каждое десятилетие какие-то перемены приносит. То есть, тут нет вопроса, какой период интереснее, какой нет. Но, если брать мои научные интересы, я занимался дореволюционной историей, в частности, это вторая половина XIX, начало XX века. То есть, и я, и мои ученики, и коллеги занимались как раз купечеством, торговлей. Ну, вот, среди коллег я бы выделил Старцева Александра Владимировича, доктора наук, да, Гончарова Юрия Михайловича, который городской и купеческой семьей занимается, ну, и их учеников уже. То есть, много, на самом деле, историков, и вот это мой период. Но я бы не согласился с вами, когда вы говорите, что мало история Барнаула, что ли, известно. Это очень много работ, очень много литературы, и продолжает она, и современные исследователи занимаются, вот я бы назвал, Дегтярева, Данила очень такой молодой, интересный исследователь, у него несколько книг есть о Барнауле, о других городах. Вот, так что продолжают. У нас такие истории краеведения, где-то, мне кажется, работают, да, или я ошибаюсь? Ну, краеведение, все-таки, это немножко другое, вот, историки-профессионалы, все-таки... Ну, он профессиональный историк. Он профессиональный, да. Хотя, конечно, он по духу своему и краевед тоже. А краеведение иногда могут заниматься и просто вот люди других профессий, медики, например. Рурналисты. Даже юристы, художники, что-то их интересует, они начинают собирать материал, даже пытаются музеи создавать, вот, как вот музей «Мир времени», да, создал же это, он не профессиональный историк. Ну, он медик вообще. Медик, да, ну, видите, у человека какой интерес к истории, он тоже очень интересное дело делает. Ну, не могу не спросить о жизни Барнаула, вот, меня всегда интересует такой вопрос. Существовал такой и существует, может быть, отчасти пропагандистский стереотип, что до революции большинство людей в Барнауле, Барнаульцев жило очень бедно и очень плохо. Вот, если говорить о барнаульских обывателях до революционного периода, так ли это? И вообще, с вашей точки зрения, как можно сравнить тогдашний и сегодняшний уровень жизни горожан? Вот, понимаете, сравнивать очень тяжело, потому что, вот, я бы еще назвал такой термин, как качество жизни. Да, да, да. Вот, потому что нельзя судить, например, о благосостоянии количеством коров в усадьбе. Вот, может, да, коровы были, значит, огороды были, но, значит, в городе же не было до 17-го года никакого коммунального обслуживания, да, ни водопровода, тем более канализации, там, тем более еще каких-то услуг. И поэтому даже человек после работы, так или иначе, должен был, ну, просто рабочего возьмем, рабочего, он должен был после работы еще либо в огороде работать, либо, значит, еще там дрова рубить и так далее. Воду таскать, возить. Воду таскать, ну, кстати. Ну, водовозы тогда развозили. Да, но в Далевизионной России, между прочим, чаще всего за водой ходили женщины. И даже, вот, например, коромысла, мужчине было позорно взять, нести ведра на коромысле. Это считалось женским какой-то стандартным. Атрибут такой, да? Женский атрибут. И даже если мужик нес ведра с водой, только в руках, а не на коромысле. Вот странно, но такая традиция была. Вот, так что вот этот момент. Потом, конечно, такая дифференциация была очень существенная. Очень по-разному люди жили. Одно дело, ведь не случайно был сословный состав, да? Одно дело чиновники, купечество, духовенство. Это один уровень жизни. У них и обязательно слуги, обязательно там, ну, дворовых-то у нас тут не было, помещиков не было. Ну, прислуга. Да, прислуга была. Или жизнь простой семьи, там, например, ну, мещанская семья. Многие те же мещане, может быть, нигде не работали, но занимались каким-то ремеслом, значит, там, пошивом какой-то одежды, изготовлением валенок, саней, топоров, чего угодно. И в то же время продавали это на базаре, они были и мелкие торговцы. Да, очень большой разряд такой мелких торговцев. Не только купечество, но и мелких, кто занимался торговлей. Это вот такой социальный портрет жителя Барнаула, да, то есть разное. Да, да, вот понимаете. А где отдыхали, как развлекались, может быть, вот такая вот обыденная жизнь, это же очень интересно. Вы наверняка в курсе знаете. Кстати, история вот в этом направлении движется. Изучать повседневную жизнь обычных людей. Да, жизнь повседневности. Ну, как, во-первых, понимаете, праздников-то было довольно много на самом деле в царской России. С одной стороны, религиозные праздники, конечно, их отмечали. Конечно, вот Рождество – это один из, Пасха – это крупнейшие праздники. Ну, и более мелкие праздники отмечали, типа, например, вот там Новый год более мелким считался праздником. Ну, такие осветские развлечения. Кинематограф там сто лет назад появился уже, театры у нас были, что-то, варьеты, рестораны. Понимаете, вот развлечения дворянства и наших горных чиновников – это уж очень много информации в дневниках, путешественников и так далее. Барнаульское общество тут, конечно, развлекалось хорошо, прямо скажем. Во-первых, они, конечно, посещали друг друга, ходили в гости, причем не просто так с панталыку, а, конечно, по приглашению. И вот даже женщины должны были к такому крупному какому-то визиту новое платье иметь, новый наряд. Это, между прочим, для семейного бюджета было довольно накладно. Вот эти, приобретать новые одежды и так далее. Потом любительский театр был еще в 18 веке, в 19 веке. То есть многие занимались любительством театра, любительский театр. Пристрастие к театру – это такая родовая черта барнаульцев. И сейчас театр любят, я даже знаю, даже больше, чем во многих других театральных городах. Да, вот это театр, об этом есть. Потом все равно, значит, простонародье как? Ну, дни ярмарок. Дни ярмарок – это, понятно, балаганы, цирки и, значит, вот такие развлечения. Гулять. Гулять, я вот вас слушаю, и мне кажется, что, в общем, не слишком наша жизнь обыденно изменилась. Все то же самое – балаганы, ярмарки, театры, рестораны. В общем, как-то, ну, качество, конечно, понятно, что все другое уже, но в принципе… Вот в отдельных городах были кулачные бои. Вот этим Тюмень особенно славилась, между прочим. Там несколько… А у нас-то, вот что тогда было визитной карточкой Барнаула? Ну, понятно, полушубки, да, вот эти овчинные, Барнаулки, да, чтобы это назвать. А что еще, вот фирменные, так сказать, вот буквально одно-два назовите таких вот, с чем Барнаул ассоциировался? Вот путешественники, например, тот Брем знаменитый, да, немецкий зоолог, вот он в своих дневниках описывает, что был поражен теми, значит, приемами, которые ему оказывали барнаульцы. Там вот в одном документе есть перечисление, значит, как они пришли на завтрак какому-то барнаульцу, и там начинаются перечисления. Осетрина такая и сякая, растягая такие и сякие, и так далее. То есть такое обилие, но это же даже не ужин, это завтрак был только. И даже был термин «жирноедение». Это вот, это было присуще, так сказать, вот барнаульской жизни, да? Ну и Бийской, то и Бийской, я думаю, и другим тоже городам. Валерий Анатольевич, ну, по вашему мнению, вот мы тут немножко коснулись этой темы об исторических объектах, о памятниках. Какие исторические объекты, сохранившиеся, может быть, оставшиеся в Барнауле, нужно действительно сохранить, реставрировать? И как вы относитесь к инициативе создать историко-архитектурный парк? Такое я слышал в районе селеброплавильного завода, парка центрального района и вот набережной Барнауки. Есть такая идея. Да. Вот как вы... Ну, понимаете, вот с моей точки зрения, вообще, все старые постройки желательно сохранять. Не только выдающиеся, но и даже где-то рядовую старую застройку. Тогда только можно создать впечатление о старом городе. Но вот, конечно, особенно выделяется то, что вы назвали, это ансамбль сереброплавильного завода. Ну, многие называют это сердце вообще историческое. Да, это историческое сердце. Барнаула. Архитектура-то у них была уникальна, у этих вот первая плавильная, вторая плавильная фабрики и другие постройки, потому что их проектировали профессиональные архитекторы. Там применялись приемы дворцовой архитектуры, там были колоннады и лепнина. Они были сложные с точки зрения даже технической, то есть большие пространства перекрытые. Вот, это уже интересно. К тому же, это завод был самый большой сереброплавильный завод в России. Это тоже вот. И очень печально, что судьба так складывается, что да, он не разрушен окончательно, но никто... Дело идет к разрушению. Да, никто... Пока ничего не... Да, ничего же не двигается. Радикальных шагов не притворяется. Да, ничего же не двигается. А там, если музеифицировать, можно сделать совершенно уникальный музей. Вот, потому что даже корпуса вот Кровельского музея, они маленькие по сравнению с этими заводскими цехами. Вот, так что это, конечно, надо сохранять. Какие-то объекты у нас, слава богу, реставрированы, как вот здание филармонии, бывший народный дом. Я считаю, тоже уникальная совершенно постройка, потому что она в другом, она в русском стиле. Но архитектором был Ропет, это очень известный петербургский архитектор, кстати, очень дорогой. Он проектировал павильоны России для всемирных выставок, особняки петербургской знати. Строился как народный дом, по-моему. Да, это народный дом, построенный в 1900 году. В советское время он немножко по-другому выглядел, но при нынешней реставрации вернули облик по проекту. Хорошо отреставрировали. Да, очень хорошо, очень хорошо. Вот пример удачного, значит, реставрации. Валерий Анатольевич, вот приближается, с чего вы, собственно, разговор-то не начали, приближается 300-летие Барнаула. С вашей точки зрения, кому, какому персонажу историческому или какому событию, может быть, истории Барнаула или края, нужно было ли поставить памятник в Барнауле? Да, понимаете, вот я вспоминаю всегда Ильфа Петрова, это одноэтажную Америку, когда они путешествовали, они говорили, чем провинциальный город, тем больше монументов. Поэтому вот новые монументы я бы вообще не стал ставить, если есть какие-то деньги, да лучше в честь юбилея отреставрировать дом какой-то, какой-то объект. Даже пусть денег немного, деревянный какой-то дом, типа усадьба Лесневского. Ну, идеи же витают в воздухе, сделать, наконец, улицу деревянную, вот еще что-то ведь осталось, еще можно, пока еще, но уже здесь пройдет и все. Да, ну, а сейчас видите, что упирается, что теперь дома приватизированы, и когда все было государственно, еще как-то можно было решить. А как сейчас это решать, вот я не знаю. Но сейчас пытаются, да, восстановить этот русский чай, да, бывший купеческий дом Шадриных, вот, слава богу, с него реставрируют. Взялись вот аптека Крюгер, вот тоже она пытается его как-то восстановить. Вот хотя бы эти объекты помочь владельцам восстановить. Валерий Анатольевич, заключение уже будем завершать, время наше истекает, к сожалению. Два вопроса такого частного порядка. О вашем хобби, есть ли у вас какое-то увлечение, ну, помимо, так сказать, вашего увлечения многолетнего истории и научными занятиями. И второе, книга, которую вы сегодня читаете, и может быть книга, которую порекомендуете прочитать нашим телезрителям. Так, ну, вот, как у всех живых людей, конечно, какие-то хобби должны быть. Но, как, опять же, мой коллега Старцев Александр Владимирович говорил, когда ему такой же вопрос задали, когда у него было 60 лет, он сказал, а у меня хобби, работа совпадает. Он сказал про историю. Ну, вот, у меня примерно то же самое. Спасибо, спасибо, Валерий Анатольевич. Напомню, сегодня мы поговорили с Валерием Анатольевичем Скубневским, историком, доктором исторических наук, профессором Алтайского государственного университета. На этом все. Берегите себя, любите, изучайте родную историю и не будьте пешками в этой жизни. Всего доброго, встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин